Доброе утро, дорогие телезрители! Вопрос у меня к вам такой. Сегодня многие говорят, что пластические операции вредны для здоровья. Так ли это? Есть такое опасение, что все-таки вредно наносит здоровье. Ну, каждая операция, конечно, стресс для организма. Но операцию можно провести так, чтобы не было это вредно. Все-таки бывают же операции, это плановые операции, пластические операции. Поэтому пациента надо тщательно обследовать. Надо знать все об этом пациенте. И если какие-то отклонения, это можно управлять. В таком случае это не будет вредно для пациента. А случалось ли в вашей практике, когда не все анализы, может быть, были сделаны точно, или же как-то организм во время операции повел себя непредсказуемо, и вам, в буквальном смысле слова, пришлось спасать человека? Заниматься, может быть, даже немножко не своей работой, там, откачивать или еще что-то делать? Ну да, за 30 лет работы всякое было. Но обычно мы не берем на операцию пациентов, в которых анализы не в порядке. Это плановая, еще раз повторяю, операция. Потом мы работаем совместно с анестезиологом. Очень важно, чтобы анестезиолог тоже был профессионалом. Потому что здесь эта работа пластическая, это все-таки не только хирург. Здесь и хирург, и пациент. Потому что дальше, когда хирург уже заканчивает операцию, кладет скальпель. Это не значит, что операция закончилась. Дальше включается организм человека, который тоже вот как-то имеет большое значение. Его здоровье, как процесс оживления идет. Вот. И зависит еще от этого. Ну, я знаю, что в конце операции, после того, как человек пройдет реабилитационный период, нужно хорошо кушать. Дождитесь конца нашей программы и узнаете оригинальный рецепт нового салата. Салатик у нас будет сегодня из таких овощей, как салат айсберг, редис, перец красный и желтый, огурчик, говядина отварная, помидорчик черри. И заправим мы все это растительным маслом. Но мы продолжаем. И хотелось бы у вас узнать, изменяли ли жизнь ваши операции. Вот человек приходит, у него какие-то там комплексы, он сделал операцию, его жизнь сразу изменилась. Часто ли такие случаи бывают? Очень часто. Ну, вот расскажите пример. Во всяком случае, в большинстве случаев, к нам приходят пациенты с какой-то проблемой обязательно. Ну, или там в жизни личной что-то не получилось. Я не имею в виду пациентов. Это крайний случай, когда дисморфофобия, то есть им ничего не нравится. И чтобы мы не сделали, тоже ничего не понравится. Это постоянно недовольство своим внешним видом. Они даже по ночам стоят, подходят к зеркалу и думают, о боже мой, если бы у меня внешность была другая, тогда бы у меня жизнь сложилась. Это не так. Потому что пластическая операция не поможет человеку найти место в обществе. Как-то изменить свою жизнь поможет, может, личную жизнь. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях программы была Цицину Михайловна Шургая, пластический хирург. Спасибо. 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 Спасибо.